Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – рынок недвижимости. Мы рассмотрим его как объект инвестиций. Ну, мне кажется, с точки зрения финансового взгляда, иначе его никак и не рассмотришь. Итак, рынок недвижимости как объект инвестиций. Тенденции начавшегося 2013 года. Представляю моих гостей. Это Сергей Жарков, заместитель руководителя аналитического центра индикатора рынка недвижимости. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Дмитрий Халин, управляющий партнер «Интермарк Савилс». Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, мы начинаем наш разговор сразу без обиняков. Мне хотелось бы услышать прежде всего от наших гостей, от моих сегодняшних гостей, как чувствует себя рынок недвижимости. Ну, наверное, начнем с того, как он закончил 2012 год, Дима. Рынок недвижимости чувствует себя хорошо. Причем, извините, пожалуйста, мы сейчас говорим об отечественном, да, и даже, может быть, более сегментированном московском и подмосковном рынке. Московский рынок жилья чувствует себя хорошо. На рынке уже около трех лет относительно стабильная ситуация в части цен. Кстати, около трех лет, ты говоришь, это как раз после кризиса восьмого года, да? По сути дела, начиная с 2010 года. Да-да-да, то есть упало, затоптали немножко донышко и вот. Да, и далее цены подрастают с темпом, примерно равным темпу инфляции, на уровне 5-10% в год. 5-10% в год. И мы, риэлторы, да и другие участники рынка недвижимости, несказанно рады тому, что так происходит. Безусловно, конечно. Потому что стабильность – это залог активности на рынке. Стабильность – признак мастерства еще. Ну, еще и признак мастерства. Возможность принимать решения, решения как потребительские, то есть покупать квартиры для себя, так и инвестиционные. То есть покупать квартиры с целью вложения средств. И, соответственно, эта стабильность, она позволяет рынку быть активным. То есть сейчас 2011-2012 годы по количеству сделок были рекордными для московского рынка жилья, перекрыв там предыдущие рекорды, которые были в 2003 году. То есть даже в сравнении с 10-летней давностью. В соответствии с сравнением с рынком 10-летней давности. То есть сейчас, в 2013 году, мы не видим никаких причин, чтобы ситуация каким-то образом радикально изменилась. То есть стабильность продолжится, рынок продолжит оставаться активным. Активным и расти примерно в таких же, да? Я думаю, что да. Тем более сейчас появился новый драйвер роста для московского рынка. Это присоединенные территории. Вот, мы о них обязательно сегодня отдельно поговорим. И они дают дополнительные сделки и улучшают статистику в целом для города. Это здорово. Сереж, ваш взгляд на вещи? На наш взгляд, немножко отличается от взгляда коллеги. Дело в том, что мы еще два года назад прогнозировали, что рынок жилья будет стабилен в принципе. Но одновременно ему будет сопутствовать волатильность, которая больше характерна для финансовых и фондовых рынков. То есть колебания вверх-вниз, скачки, отскоки цен. И, в общем-то, прошлый год это подтвердил. Вспомните начало лета, кризис и паника на фондовых рынках. Скачки курсов валют. И отток денег с фондового рынка на рынок недвижимости. Цены резко начали расти. А к осени, в противовес обычной тенденции активности деловой, этот отскок обратно произошел на самом деле. По причине того, что... Опять по причине, что там все устаканилось, деньги пошли обратно, что называется. И все было нормально. Центробанки включили печатные станки, как известно. Я прошу прощения, вот несколько все-таки мне ухо режет. Слово волатильность применено к рынку недвижимости. Все-таки рынок недвижимости, в моем понимании, да, если даже его рассматривать как некий инвестиционный инструмент, он такой неповоротливый, ну, по объективным причинам. Да, я куплю акцию и продам ее сразу же в моменте. А для того, чтобы купить квартиру, а потом ее продать, мне нужно как минимум... Ну, вы здесь правы, абсолютно, если вернуться в 2008 год, когда по всему миру уже бушевал финансовый кризис, и наши эксперты фондового рынка предрекали, что вот-вот начнется обвал, в это время цены на рынке жилья по инерции продолжали расти. И даже когда произошел кризис, цены не обрушились одновременно. Это уже август-сентябрь, да? Август-сентябрь, то есть цены до конца года оставались стабильно высокими и пошли вниз только в середине 2009 года. То есть именно вот по этой причине, да? По причине волатильности, по причине самой технологии заключения сделок на рынке жилья. То есть уходит на подбор квартиры, достижение договоренности, заключение сделки, ее регистрацию, ну, сам цикл составляет 2-3 месяца, в течение которого можно совершить сделку. То есть говорить вот о волатильности некой, да? Тем не менее можно, потому что вот я говорю, что в прошлом году этот год подтвердил, да, скачок и отскок цены обратно произошел. Ну, примерно то же самое можно ожидать и в ближайший год или два года совершенно, точно такую же картину можно наблюдать будет. То есть кратковременные скачки, спровоцированные какими-то событиями, и в том числе и политическими событиями, они могут подстегивать рынок в ту или иную сторону. Но, тем не менее, общая картина, она не изменится. Дмитрий немножко говорит сейчас больше о рынке премиальной недвижимости. Если брать рынок в целом, рынок эконом-класса, рынок бизнес-класса, то вот эконом-класс будет продолжать цены болтаться вокруг отметки в 5000 долларов за квадратный метр. Сейчас это где-то 5300, но за пределы коридора 4-6 тысяч долларов за квадратный метр цены выйти не должны. То есть это вот определенная стабильность, она существует. Другой вопрос, что внутри этого коридора колебания вполне возможны. А если говорить о стабильности и вот этом диапазоне, который вы назвали, это с точки зрения времени, как далеко вы смотрите? Ну, скажем, это среднесрочный прогноз на год-3 года. Год-3 года. Я понял. Ну что ж, замечательно. Замечательно. Значит, я хотел бы сразу попросить вас, уважаемые коллеги, сейчас мы дальше начнем, видимо, в деталях уже разговаривать о вашем известном вам, прежде всего, предмете. Я бы очень хотел, чтобы мы, если есть возможность, вот какие-то вещи, так сказать, нарезали более мелко. Ну, вот сейчас Сережа часто говорит, да, о том, что есть взгляд общий на рынок в целом. Но наверняка, да, это средняя температура по больнице, она не очень объективна в какой-то момент, потому что есть действительно эконом-класс, есть премиум-класс, есть рынок жилой недвижимости внутри Москвы, есть загородная недвижимость. Есть тот же самый, да, история с присоединенными территориями, который каким-то образом, наверное, смягчает акцент, и вот об этом я тоже, на это я хотел бы сделать акцент. Вот, и еще один момент связан с тем, что мы будем говорить прежде всего о рынке недвижимости как объекте инвестиций. Я, если позволите, так сказать, некую историю вновь озвучу до кризиса восьмого года. Прекрасно все помните, вы уже давно этим делом занимаетесь, да, что происходило, ну, начиная там с четвертого, с пятого и по восьмой год. То есть вертикально, если говорить о некой доходности, ну, или там ценообразование, вертикально просто, да, росли цены там по сто процентов, насколько я, там, в лучшие годы по сто процентов. До сто процентов. До сто процентов в 2006 году. Во-во-во-во. То есть говорить о такой ситуации, как о норме, конечно, мы не можем, да, мы не можем. Но в то же время, насколько я понимаю, именно в эти годы, начиная там, ну, пусть будет с пятого по восьмой год, да, количество квартир, если мы говорим о жилом рынке недвижимости Москвы, количество квартир инвестиционных, так называемых, да, в разы выросло. Потому что люди, я так понимаю, понимали, если есть свободные деньги, куда их вложить? Вот недвижимость, во-первых, она растет бешеными темпами, да, цена на недвижимость. А во-вторых, недвижимость, это еще и недвижимость, как бы, что бы там ни случилось, у меня как минимум останется квартира. Вот, видимо, сейчас, да, мы говорим о стабильности, это, безусловно, огромный плюс нынешнего времени на рынке недвижимости, в частности. Ну, вот, сейчас мне так видится, да, и вы меня поправьте, если что, то интерес к рынку недвижимость как вложением, как инвестициям немножко, ну, поменялся, наверное, да, наверное, поменялся. Ну, безусловно, поменялся, то есть сейчас уже никто не ждет сверхдоходов на рынке жилья. Из тех инвесторов, которые счастливо вошли в рынок в 2005 году и столь же счастливо вышли, то есть их доля не так высока. То есть многие до сих пор сидят в тех активах, которые были... Ну, вот я хотел спросить, да, таких инвесторов-счастливщиков их не так много, да, которые сейчас счастливо вошли и счастливо вышли. Многие действительно до сих пор же делают квартиры. Ну, если мы возьмем наш же премиальный сегмент, то ряд домов в районе Остоженки, в районе Патриарши, прудов, на треть находятся в продаже. То есть это квартиры, купленные инвесторами, из которых они не могут выйти с той доходностью, которая... Ну, или как минимум с доходностью, потому что, я так понимаю, многие вещи, многие квартиры можно продать, но уже в убыток, наверное, из себя. Ну, либо в убыток, либо с очень незначительной маржой, и, соответственно, к этому не готовы. Кстати, как вот инвестор средний рассуждает? Он говорит, это как, извините, опять уж, может, не очень корректный пример, но как те люди, которые по какой-то причине вошли в акции ВТБ, в свое время была такая известная народная IPO, после этого, да, по 13 копеек размещалась, потом они упали, после кризиса стоили там 2 копейки с лишним, и вот они рассуждают так, ну, что уж сейчас продавать-то их? Ну, давай уж буду сидеть ждать, может быть, со временем, с каким-то... Ну, рассуждаю так, если я продам, что я куплю, куда я переложу эти деньги, то есть какого-то альтернативного, безрискового, с той же доходностью механизма вложения сейчас не существует. Понимание, что рынок недвижимости в дальней перспективе все равно растет, и цены, хоть с незначительным темпом, но прибавляют, этих людей укрепляет уверенность, что надо сидеть в том, что имеешь, да, потому что на изменение актива только потеряешь. Ну да, то есть альтернативы особо не дали. На самом деле, такая картина будет тоже длиться не вечно, вне всякого сомнения, сейчас многие люди ожидают, как правильно сказал Дмитрий, когда-то цены все равно вырастут, Но нужно обязательно держать в голове одну очень важную деталь, а именно, если раньше купленная недвижимость существовала и есть не просила, сейчас ситуация поменяется. Это важно. Введение налога на недвижимость, который в 10 раз увеличит расходы собственника, как минимум на содержание этой квартиры. Сережа, это очень важная, это очень хорошая тема, мы прервемся, мы должны полсушить сейчас новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Сергей Жарков, заместитель руководителя аналитического центра индикатора рынка недвижимости, и Дмитрий Халин, управляющий партнер Интермарк Савелс. Тема нашей программы – рынок недвижимости. Мы рассматриваем его, в частности, как объект инвестиций, и поговорим, ну, наверное, уже во второй части нашей программы о неких перспективах, о тенденциях 13-го, ну, и ближайших 2-3-х лет. А перед тем, как уйти на новости, Сереж, да, мы хорошей темой коснулись. Действительно ли сейчас настолько, ну, даже небезопасно, настолько оправданно, да, сидеть просто в инструменте, купил и жду, потому что рано или поздно чего-то подрастет, потому что есть какие-то подводные камни? Да, есть подводные камни, я начал о них говорить, как раз это предстоящее введение налога на недвижимость, исходя из кадастровой стоимости этой недвижимости, то бишь приближенной к рыночной. Давайте смотреть просто на пальцах, что называется, считать. Если двухкомнатная квартира традиционная, там, 60 метров, да, которая считается такой единым стандартом, из которого можно исходить, налог на эту недвижимость в год для собственника составлял, там, где-то около 500 рублей, то есть это, ну, абсолютно в годовом бюджете семьи, да, незаметные деньги. А, кстати, этот налог считался в отношении стоимости по БТИ, да? Да, стоимости по БТИ, совершенно верно. Сейчас это будет рассчитываться стоимостью уже кадастровой, то бишь приближенной к рыночной, и как минимум налог на эту квартиру составит уже примерно 5,5 тысяч рублей в год. Это серьезно? Это уже серьезно. И разница серьезная, да? И разница серьезная. Но, что интересно, далеко, во-первых, не все, конечно, будут платить эти деньги. Почему? Если для каждого гражданина и собственника есть так называемый налоговый вычет. Этот налоговый вычет считается с 20 метров на человека. То есть 20 метров, он не платит ничего за 20 метров, за каждый метр сверху, соответственно, вот по рыночной стоимости кадастровой. Взгляд такой, что 20 метров это норма, а все остальное излишки. Это вот излишки. Если в семье 60 квадратных метров проживает муж, жена, ребенок, у каждого вычет по 20 метров, он платит 0 рублей и 0 копеек. И более того, он и 500 рублей не платит. И 500 рублей даже не платит, совершенно верно. Вот, вроде бы хорошо все, да? Но теперь представим себе человек, владельца хорошей квартиры, весьма дорогостоящей. Ну и главное, много метров там. И много в ней метров, и прописан он там один. И вот, соответственно, если 100 метров, то налог надо будет платить уже за все 80. Со 80. Совершенно верно. А если у тебя две квартиры по 100 метров, то, соответственно, со 180. Да. Понимаете? И вот, если инвестиционные квартиры скупленные, да, а налог-то пойдет только с одной квартиры. Так, то есть, налоговый вычет, я имею в виду. В какой прописан, да? В какой прописан. Вот. То, соответственно, уже эти недвижимости реально попросят кушать. Соответственно, с этой недвижимостью нужно будет что-то делать. Социальные последствия будут, в принципе, на мой взгляд, неплохими. Почему? Потому что это подстегнет собственников впускать квартиры в рыночный оборот, либо продавать их, либо сдавать их в аренду. Почему это хорошо? Да потому что очень многие квартиры, купленные на первичном рынке в свое время впрок инвесторами, они... Там даже ремонт не сделан. Там стоят голые бетонные стены. А здесь, по крайней мере, квартиру нужно будет привести в порядок и сдать в аренду. Либо продать на рынке. Кстати, вот мы говорим о возможном введении этого налога, да? Насколько этот налог возможен? Нет, этот налог уже, так сказать, считайте, введен. Просто-напросто к середине этого года будут окончательно рассчитаны цифры по нормативам его взятия. И с 1 января 2014 года, соответственно, за 2013 год уже будут брать налог именно по новой схеме. Ну, я на самом деле лишь отчасти согласен с тем, что... Нет, смотри, во-первых, сейчас, да, то, что рассказал Сережа, говорим о больших площадях, больших метрах, наверное, это все-таки в основном твоя тема, да? Премиум-сегмент, там огромные же метражи. Тема нашей передачи все-таки инвестиции в недвижимость, те, кто инвестирует деньги в рынок жилья, и тем более в премиального жилья, люди, как правило, не бедные. Не бедные. Соответственно... То есть их эта тема не испугает. Даже повысившийся налог, он не будет столь критичным, чтобы быть жестким таким мотивом для выведения квартиры на рынок. То есть, я думаю, в самых пиковых вариантах для самых дорогих квартир он составит несколько тысяч долларов США в год. Реально... Причем самая дорогая, ну, опять, чтобы порядок, да? Несколько тысяч долларов США в год налога за квартиру, рыночная стоимость которой... Ну, там, несколько миллионов. Пять миллионов долларов, допустим, пять тысяч долларов будет налог. Соответственно, если мыслить стратегическими категориями, то один прирост стоимости среднерыночной такой квартиры может давать прибавку в сотни тысяч долларов в год. Поэтому мотива быстрее от нее избавляться, чтобы не платить налог в размере одной десятой стоимости этой квартиры, мне кажется, будет не у многих. Причем, извини, пожалуйста, я даже более радикально посмотрел, да, введение налога отпугнет инвесторов от рынка недвижимости, он никогда больше не будет туда вкладывать деньги, потому что... Нет, нет, это абсолютный абсурд. Абсолютный абсурд. И тем более, если проведем даже аналогию для этой аудитории с тем, что они владеют сейчас, а какие налоги они платят. То есть налог на представительский автомобиль, он составляет примерно столько же, сколько налог на квартиру стоимостью 3-4 миллиона долларов. И никого это не отпугивает покупать 2-3-4-5 таких автомобилей. Ну, по крайней мере, совершенно народ ездит, и по 5 литров объем, и все, только педаль в пол. Поэтому, скорее всего, налог повлияет несколько на потребительскую сторону, да, то есть это, по сути дела, все-таки он ставит цель не кого-то от чего-то отпугнуть, а наполнить местные бюджеты дополнительным доходом. А, кстати, вот этот налог, Сереж, вот этот налог, да, его повышение, ну, условно говоря, вот эта часть денег, которые теперь нужно будет тратить на инвестиционную или даже на собственную квартиру, не может это оказаться в дальнейшем в рыночной цене. То есть, условно говоря, вот ровно на эту какую-то часть рынок недвижимости просто подрастет. Квартира станет дороже, потому что за нее надо платить налог. Ну, это, мы можем говорить об этом только в том случае, если эта квартира сдается в аренду, тогда это имеет смысл, да? Да, она будет, да, мне надо отбить налог, поэтому она стоит. На самом деле это не произойдет, и не произойдет не только в премиум-классе, о котором говорил Дмитрий, но и в эконом-классе этого не произойдет. Дело все в том, что цены ставки найма, если мы говорим о жилье, да, ну, или аренды, как более привычно, ставки аренды, они упираются так или иначе в платежеспособный спрос. Потребители не готовы платить больше за те квартиры, за проживание, в которых они нуждаются. Поэтому здесь можно попытаться, там, путем переговоров, да, поднять ставку аренды на эту. Но обычно, особенно когда договора аренды долгосрочные, на несколько лет, в договорах прописано, что вот там каждый год ставка аренды индексируется не более, чем на столько-то процентов. И вот какие налоги не вводи, но... Ну, здесь надо еще, да, понимать, в общем, масштаб бедствия, а бедствия, по сути, нет. Если взять среднестатистическую квартиру московскую, то налог на недвижимость будет равен примерно 2-3% от гипотетической арендной платы за эту квартиру в год. Сейчас тот, кто сдает квартиру, должен платить, ну, либо 13% подоходного налога, если он предприниматель индивидуальный, должен платить 6%. То есть, соответственно, то, что он должен заплатить государству, отрастается очень незначительно. И пусть этот налог будет неотвратим, его будут платить все, в отличие от тех, кто сдает квартиры и не платит подоходный налог. При этом таких, к сожалению, достаточно много на рынке сегодняшнем. Вот, то есть, это, ну, не тот экономический рычаг, который бы сильно взвинтил ставки на рынке аренды. Другое дело, есть всегда, конечно, арендодатели, которые любой мотив для повышения используют, чтобы поднять этот вопрос при продлении договора или сдаче квартиры кому-либо. Опять-таки, я думаю, все вот эти налоговые вопросы и попытки их привязать к тому, чтобы как-то задушить рынок недвижимости, задушить инвестора, они абсолютно беспочвенные. Инвесторам опасаться налогов уж, по крайней мере, на рынке жилья не стоит. Да, это правда, абсолютно. То есть, фактически, на рынок это не повлияет никаким образом, понимаете? Может быть, чуть-чуть, я говорю, на рынке эконом-класса самых дешевых квартир, а, в общем-то, инвесторы скупали в основном дешевые однокомнатные квартиры многие, как раз вот их это может немножко подстегнуть именно к тому, чтобы квартиры пустить в рыночный оборот. А к активности, да? Но не более того. Просто так стоять, да, она уже не может, потому что... Ну, не то, что не может, но уже нет смысла ей просто стоять. Ну, да, не очень выгодно. Зачем? Зачем просто? Согласен. Кстати, вот, Сережа говорит о том, что этот фактор не может отпугнуть инвестора от рынка недвижимости. А есть факторы, которые могут отпугнуть, ну, хотя бы гипотетически? Что может отпугнуть? Ну, мое мнение, что все-таки многие инвесторы мыслят прагматично, и основное, что их интересует, это возможность получать понятный доход от этого продукта. Соответственно, как только величина этого дохода в сравнении с банковским депозитом, другими инструментами, доступными для инвестирования, станет неинтересной, соответственно, и поток инвесторов в эту сферу поиссякнет. Сейчас у нас эта ментальность, еще тянущаяся с советских времен, что квартира это как слиток золота, купи, закрой, храни, оставишь детям. Вот такая ментальность, она до сих пор, к сожалению, преобладает даже среди инвесторов. То есть расчетливых, прагматичных инвесторов, которые бы считали бы доходы, считали каждый заработанный доллар и сопоставляли недвижимость с другими инструментами, их не так много на самом деле. В основном это психологические, эмоциональные покупки, которые привязаны к получению некой денежной суммы откуда-нибудь. Причем даже прагматичные инвесторы, которые прекрасно понимают, что реальная доходность от аренды сегодняшней квартиры настолько низка, что ни в какие сравнения не может идти даже с банковским депозитом, не говоря уже о более выгодных уложениях, все равно считают, что нет, квартира все-таки это, наверное, надежнее. А посудите сами, стоимость однокомнатной неплохой квартиры в Москве 7 миллионов рублей, условно говоря, такой эконом-класс. Если купить эту квартиру и сдать ее в аренду, годовая доходность получится не более 4%. При этом вы вешаете на себя огромную головную боль по стоянию в очередях налоговой инспекции, по поиску арендатора, по ремонту после каждого арендатора. Какие-то убытки, риски постоянные. Это огромная головная боль всегда. Это 4% годовых. Разделите эти 7 миллионов на 10 вкладов по 700 тысяч, которые гарантирует государство, разложите в 10 разных банков и получайте 10-11% годовых совершенно спокойно, без какой-либо головной боли и без каких-либо налогов. Столько это очевидно, но тем не менее. И все равно. Мы сейчас еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим о рынке недвижимости. Рассматриваем его как объект инвестиций и попытаемся определить, что с ним будет в недалеком, наверное, недалеком будущем. Сегодня в гостях у меня Сергей Жарков, заместитель руководителя аналитического центра индикатора рынка недвижимости, и Дмитрий Халин, управляющий партнер Intermark Savils. Ну, собственно, давайте ближе. Хотя мы уже разговариваем о недвижимости как объекте инвестиций. Давайте вот мы о чем поговорим, уважаемые друзья. Но в сравнении с теми же самими докризисными временами, можно ли сказать, что количество жилой недвижимости как объектов инвестиций существенно сократилось? Или интерес инвесторов к этому виду вложений сократился? Я думаю, что можно и нужно. То есть реально в докризисные времена на пике роста цен, на вот этих success story людей, которые смогли заработать, удвоить свои деньги за короткий срок, количество сделок инвестиционных в отдельных проектах новостроек доходило до 50%. То есть каждый второй покупатель так или иначе был вкладывал деньги инвесторам. То есть сейчас этот процент, ну, 5-15% в среднем по рынку для разного класса жилья и для разного типа объектов. То есть инвесторы уже не желают зарабатывать много на недвижимости. Основная мотивация инвесторов сейчас сохранить то, что они имеют. Потому что другого инструмента, чтобы сохранить и потом выйти из этого инструмента без потерь, по сути дела, сегодняшняя российская инфраструктура не дает. Поэтому для сейчас время консервативного инвестора, которого вполне устраивает доход в виде 4-5% от аренды, плюс доход от роста рынка, в сумме это дает гипотетического дохода от 8 до 10% годовых. Вот это та ставка, которую, по сути дела, сейчас инвестор максимум может получить. Есть подниши, как всегда, есть нюансы, которые позволяют инвестору выбрать такой продукт, который даст большую доходность. Но я еще раз говорю, квалификация нашего инвестора очень низка. То есть, в отличие от зарубежных стран, где есть профессиональные инвесторы в недвижимость, которые формируют портфели уже десятилетиями, получают доходы из разных видов недвижимости в разных странах причем, у нас наши инвесторы, как правило, очень низкоквалифицированные. И дальше, чем вот просчитать арендную плату и поделить ее на стоимость квартиры, практически никто не идет. И причем это связано, точнее, это, можно сказать, в отношении любого типа недвижимости, ну и, соответственно, в любого уровня инвестора. Ну, безусловно. Ну, я бы, честно говоря, не согласился, потому что вот мы все время формулируем тему, да, как рынок недвижимости, как инструмент инвестиций, и ни слова не говорим все-таки о коммерческой недвижимости, которые призваны приносить доход. И там, конечно, в этих сегментах доход намного лучше. А тут, безусловно, да, это совсем другая история. Коммерческая недвижимость, она же называется коммерческой не потому, что она объект инвестиций, прежде всего, а потому, что она для других целей просто служит. Это для офисов, магазинов и так далее, и тому подобное. Но она не говорит о том, что она не может быть предметом инвестирования, просто это более узкий клуб, клуб действительно для более профессиональных. То есть, другими словами, если я выбираю объект в качестве инвестиций, объект коммерческой недвижимости, то у меня есть больше возможности получить доход. Так можно сказать? Ну, как правило, сама ставка этого дохода выше, но и ваша компетенция как инвестора в коммерческую недвижимость должна быть выше, чем у обычного рядового потребителя. Вот если говорить о том, что... Хотя не всегда. Жилая недвижимость, да, какие варианты? У меня, как у человека, обладающего низким уровнем инвестиционных познаний, какие варианты? Я купил квартиру, какие у меня варианты? Я жду, когда она подорожает на рынке, и еще давай я ее отремонтирую и пущу ребятам, они будут снимать. По сути дела, все эти ограничения есть подварианты. Вы можете сдавать квартиру на длительный срок, если поднапрячься, вы можете управлять этой квартирой, увеличить доходность, сдавать ее посуточно, либо понедельно, там, помесячно. Мне понравилось, это хорошее, именно поднапрячься, потому что это же действительно, это напряг. Это отдельный сложный бизнес, требующий времени, денег, определенных поселений. Надо следить за этим все время, надо рекламу. Это фактически нужно создавать отдельный сайт под эту квартиру конкретную, договариваться с разными сетями, типа Booking.com, чтобы бронировали из других городов, на приезд на сутки, на трое и так далее. То есть это квартиру превращать в отель уже. В отель, да. Это сложный бизнес, очень тяжелый. Согласен. Но ровно как, если вы покупаете квартиру для перепродажи, у вас опять же есть несколько опций. Вы можете купить, просто дождаться, когда ее достроят, и выставлять ее на продажу. Можете сделать отделку и попытаться заработать на своем креативе, на своем взгляде прогрессивном на эту сторону жизни. И заработать не только на росте цены квартиры, но и на дизайн проекте. Можете обставить мебелью и попробовать продать еще дороже. То есть чем выше ваша компетентность, вера в этот сегмент, его чутье, его понимание, тем выше ваш доход, может быть, суммарно от этого актива. Я понял. Ну, а если говорить о коммерческой недвижимости, давайте все-таки интересно мне показалось. Ну, если мы говорим о коммерческой недвижимости, вот давайте говорить как раз о доступных сегментах коммерческой недвижимости для частного инвестора. Для человека, который может инвестировать в квартиру, там одну-две квартиры купить, да, или же, например, купить, условно говоря, там, блок, там, 100 или 300 квадратных метров офисного помещения в здании, да, и сдавать его, соответственно, в аренду. Первый вопрос. Это доступно частному инвестору? Да. То есть я могу купить часть офисного помещения? Не во всех комплексах, но есть проекты, где вы можете купить, там, 30 метров, 20 метров, один кабинет вы можете купить. Я понял. Вот обычно покупают и продают, собственно, этажами, иногда, там, полэтажа, иногда четвертый этаж нарежут. Бывают разные совсем моменты, но, опять-таки, для этого нужно обладать, как правильно Дмитрий говорит, квалификацией инвестиционной, потому что такие проекты нужно найти, нужно знать, как выйти на владельцев этого проекта, да. Нужно уметь договариваться, вести переговоры, это тоже большое искусство, на самом деле, вести переговоры на такие суммы денег. Это довольно сложно. Можно купить маленький магазинчик, стрит-ритейл, то же самое, примерно, объем инвестиций, там, 15-20 миллионов рублей, и, в общем... Но, к сожалению, в проходном месте маленький магазинчик найти, который бы продавался, здесь нужно обладать уже суперквалификацией, суперпоисковыми способностями. Здесь есть еще один нюанс, что если вы инвестируете в квартиру, то вашими конкурентами, инвесторами, будут такие же люди, как и вы. Примерно с тем же уровнем дохода, с таким же инвестиционным портфелем, то есть вы будете находиться в равных условиях. И такими же знаниями. И такими же знаниями. Если вы купите небольшой, допустим, офисный блок, вашим конкурентом будет весь рынок, включая профессиональных участников. И чтобы эффективно этот блок сдать и поддерживать те условия для арендатора, которые способны предоставить крупные операторы, вам придется приложить немало усилий. И в конечном, может быть, счете доходность итоговая ваша чистая будет ничем не выше, чем при инвестициях в квартиру. Мы, кстати, говоря о жилой и коммерческой недвижимости, обходим один продукт, который лежит на стыке этих сегментов. Это так называемые апартаменты временного проживания, которые предназначены для того, чтобы в них жить, но юридически являются продуктом коммерческой недвижимости, нежилым помещением. Сейчас таких проектов в Москве много. В сегментах бизнес и премиум класса сейчас каждая пятая квартира, выставленная на продаже, это именно апартамент временного проживания. Самый известный апартамент — это сити. Во всех башнях есть этот продукт. И для этого продукта тоже есть хорошие инвестиционные перспективы, связанные с тем, что в среднем по рынку его цена ниже, чем цена квартир процентов на 15-20. Такого класса, да? Плюс зачастую этот продукт более компактен, чем обычная квартира. И вкладывая деньги в апартаменты, сдавая их потом в аренду также, по той же примерно ставке, что и квартиры, заработать можно больше. Опять-таки, очень разношерстный сейчас этот рынок. Очень много разных предложений. Опять-таки, надо разбираться, надо вникать, надо зерна от плевел отделять и искать те проекты, которые приносят высокую доходность. Либо самим это делать, либо обращаться в риелторские компании, которые знают весь рынок. Совершенно верно. Ну, как правило, лучше всего к профессиональному обращаться, чем бы мы ни занимались. Да, но говоря об апартаментах, я все-таки хотел бы напомнить, что именно потому, что юридически они считаются нежилым помещением, ставка налога на них будет 0,5%, а это в 5 раз больше, чем на квартиры, на жилые. А, это существенное ограничительное условие. Это существенное ограничение, плюс к этому все коммунальные услуги идут по рыночной стоимости, без дотации города, как на квартиры и так далее. Содержание этих апартаментов довольно дорогое удовольствие. Ну, а в этом случае мы говорим, вот если я инвестирую в апартаменты, то опять речь идет о неком гостиничном бизнесе все-таки, да? Почему? Это не обязательно подразумевает сдавать эти квартиры на короткий срок. Вы можете также сдавать эти квартиры на длительный срок. Есть апартаменты в комплексах, допустим, где предполагается открытие гостиницы, и эта гостиница может предоставить жителям, в том числе и сервис, рум-сервис, услуги консьержа. Соответственно, большинство проектов на сегодняшний момент, по сути дела, это такие же жилые дома внешне, да, нарезанные на квартиры с похожей планировкой, да, с такими же санузлами, как и в обычных квартирах. И реально единственный, как бы, но, это их статус, нежилой статус. А остальное все то же самое, что и для обычного жилья. Кстати, мы говорим о том, насколько доступны эти, в частности, апартаменты, нежилая недвижимость, жилая недвижимость для частного инвестора, это без ограничений, ну, за исключением вот ставки налог и так далее. Нет, ну, вы имеете в виду, имеешь ли право купить? Да, да. Конечно, вне срокоса. То есть не надо регистрировать юридическое лицо, да, мне не надо там... Совершенно не нужно. Девали предпринимателям затеваться. Да, может быть, даже не то, что не надо, а не рекомендуется. Вот мы сейчас еще одну тему, наверное, к ней плавно будем переходить. Давайте. Внесение изменений в порядок регистрации граждан по месту жительства. И как раз вот это еще одно пугало сейчас для инвестора в районе жилья. Сколько, кстати, реально. Я вот читаю, сейчас, ну, естественно, интернет взорвался сразу же, там, сразу страшилки, мама родная. Как же я поехала к родственникам, да, переночевать, а наутро меня под белые рученьки, ты здесь... Ну, это на уровне, опять-таки, каких-то потребителей, да, и на уровне каждого конкретного гражданина. На уровне инвестора штраф за то, что ты поселишь... Незарегистрированного. Да, незарегистрированного человека в своей квартире, он составляет для Москвы, там, по-моему, максимум 7 тысяч рублей. Средняя, минимальная ставка аренды квартиры в Москве сейчас порядка 30 тысяч рублей, да, в месяц. То есть, соответственно, все, что может потерять, вот, первый раз попав на крючок, да, к органам, соответствующим правоохранительным инвесторам, это четверть минимальной арендной платы за квартиру. А вот если ты будешь юридическим лицом, в этом случае штраф составляет уже несколько сотен тысяч рублей. Поэтому, выбирая, по какой модели покупать сейчас жилье, да, то, в принципе, все-таки, ну, правильнее делать это как физическому лицу. Немножко не в тему, но, вот, поскольку уж мы этот разговор затеяли, а зачем вот это все затевается? Ну, я имею в виду, вот, жесткая регистрация. Какое-то время назад, если я так вспоминаю, вообще был разговор о том, что регистрацию надо отменить. Пусть люди перемещаются, как хотят, ну, как минимум в пределах Российской Федерации. Ну, даже и был период, когда ее свели к электронной регистрации, когда можно было через портал госуслуг зарегистрироваться. Автомобиль сейчас можно, да, независимо от того, где ты прописан, автомобиль можно зарегистрировать, где ты вот ездишь, живешь там. Да, сейчас опять вернулись к этому. Единственное, от чего, наверное, будет отказ в ближайшее время, это от штампа в паспорте пресловутого, где ты прописан. Но, тем не менее, необходимость куда-то явиться, написать соответствующее заявление и сказать, вот он есть. Вот здесь я живу, да? Вот здесь я живу, он, безусловно, есть. Ну, задач масса государственных, от борьбы с терроризмом до воинского учета и так далее. То есть, к сожалению, мы не в идеальной стране живем. Это да. Это не скоро, я думаю, окончательно будет с регистрацией по конченному. Я понял. Значит, сейчас мы еще раз прервемся, послушаем новости и потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Последняя часть нашей программы. Ну, и традиционно в последней части мы говорим о неких перспективах. Кстати, немножко упустили. Мы сегодня, мне казалось, интересно разговариваем. Многие темы потрогали. Упустили немножко то, что проанноцировали в начале, Дим. Вот расширение Москвы в известную сторону. Да, захват новых стеристорий, в кавычках, если позволите, я так скажу. Это в конечном итоге тоже, да, наверняка как-то отразится на рынке недвижимости. В какую сторону? Ну, уже отразилось. В статистике мы это уже увидели. То есть за прошлый год в Москве было совершено порядка 97 тысяч сделок. Прирост к предыдущему году порядка 6% составил. Вот из этого прироста 5% из 6, да, это за счет сделок, совершенных в Новой Москве. Соответственно, если цифры опять-таки сопоставить, то получится из 100 тысяч сделок примерно 5 тысяч сделок на территории Новой Москвы. Это за полгода, это с 1 июля 2012 года. То есть годовой потенциал этого рынка порядка 10 тысяч сделок. То есть не так много. Ну, по сравнению. Да, по сравнению с Москвой в целом. Но с каждым годом влияние на конъюнктуру рынка, на количество сделок, на, так скажем, отток туда покупателей с городского рынка будет увеличиваться с этого сегмента. Сережа, а на ценах это как-то отразится или уже отразилось, может быть? Я бы сказал таким образом, что, естественно, те девелоперы, те операторы, которые работают на новых территориях Москвы, они фиксируют некоторое повышение цен в этих районах. На мой взгляд, все-таки это дело более отдаленного будущего, нежели многим представляется. Слишком глобальный проект. И хотя первоначально московские власти, так сказать, объявляли, что вроде бы он рассчитан там лет на 30, но моя скромная оценка от 50 до 100 это минимум. Для того, чтобы там сделать все, что заявляется и планируется. Второй момент, то, что несмотря на то, что жилой фонд, объем жилого фонда, количество сделок уже включено сейчас в государственную отчетную статистическую, как в Москву, как в московских территориях, сложившиеся исторические рынки недвижимости Троицка, Новомосковского района, они все равно отдельно и они не взаимовлияют с Москвой друг на друга. Скорее можно говорить об общем взаимовлиянии рынка недвижимости общего московского региона, куда входит вся Московская область тоже, понимаете, и рынок Москвы. Да, это взаимовлияющие рынки, вне всякого сомнения, но каждый локальный рынок, как Троицк или Подольск или другие города, они, поймите, они самостоятельны. И в данной ситуации нельзя, допустим, просто автоматически включать, скажем, их в аналитику ценовую, да, это просто будет искажение фактов реальных. Мне пришла такая мысль, если я не прав, поправьте правильность сказать, что юридически это уже Москва, а ментально это Подмосковье, и там своя жизнь все равно осталась. И ментально, и инфраструктурно, и социально, как угодно, это все равно пока остается самостоятельными рынками. И вот ты говоришь 50-100 лет, да, это как раз тот срок, когда эти территории, да, вот по этим параметрам тоже станут Москвой. Ну, я вам больше скажу, давайте смотреть правде в глаза, сейчас первое, вот, так сказать, решение вопроса с большой Москвой, да, с новыми территориями, для меня, например, не секрет и не является никакой тайной, что это просто первый шаг, это обкатка, включение всей Московской области в состав единого субъекта федерации. Вон оно как. Это точно лет на 150, наверное. Совершенно верно, про это я и говорю. На 150 тысяч лет уж тогда, это уж. Ну, на самом деле, я здесь согласен полностью, то есть вот эти территории, они не стали таким балансиром рынка, вот, допустим, если вернуться на несколько лет, уже десятилетия в прошлое, когда внутри старой Москвы появлялись районы крупной застройки, такие как Марьино, Жулебино, Митино в какой-то момент, зачастую, когда... Подожди, вот внутри, если географически, ведь Марьино, оно внутри Москвы, а Митино и Жулебино, оно за Москвой. Ну, внутри и на прилегающих непосредственно к Москве территориях... Это не имеет значения. Да, где есть определенная связь с ближайшей станцией метрополитена, то цены в среднем в Москве в этот период, как правило, замирали, потому что в эти районы устремлялись массовые покупатели. И застройщики, держа низкие цены, не давали ценам повышаться на жилье в других регионах Москвы. То есть... То есть это буфер такой, да? То есть сейчас, даже если построить в Троицке, там, миллион метров квадратных жилья, то на рынок Москвы, с точки зрения цен, это не окажет никакого заметного влияния. Потому что Троицк, это все равно Троицк, а Москва, это все равно Москва. То есть покупатели из Москвы, которые нацелены на Москву, они в Троицк сейчас не устремятся столь массово. И пока не будет транспортной инфраструктуры налажена, пока не будет быстрой, моментальной буквально связи между скоростными электричками, между центром Москвы и Троицком, понимаете, не решить эту проблему никак абсолютно. Люди туда не поедут, он нацелен на Москву. Это разные сейчас рынки. А есть сейчас... И не забудьте, что сейчас идет огромное... Не, понимаете, вот Дмитрий говорит, миллион квадратных метров. Посмотрите, откуда возьмется этот миллион квадратных метров, если там каждый инвестконтракт сейчас пересматривается, что на территориях, на новых территориях Москвы, что внутри МКАДы, на старых территориях, понимаете, что в Подмосковье пересматриваются все инвестконтракты, последний скандал в Балашихе, да... Пересматривают по какой причине? Я не слышал о скандале. Перезаключение инвестконтрактов, то есть разрешение на строительство получено, стоп, ребят, всем остановить работу. Теперь это Москва, да? Теперь другое. Теперь это Москва, и по этим инвестконтрактам, ага, вы больницы, школы не должны были строить? Теперь должны, и так далее. А это нужно пересматривать все бизнес-планы, это нужно решать по-другому планировке. Вложение от девелоперов требует и в транспортную инфраструктуру, и в социальную инфраструктуру, и в инженерную инфраструктуру. Все это дорожает. Сейчас покупатели зачастую, они очень плохо клюют на то, что территория стала Москвой. Гораздо важнее прагматичные моменты, сколько минут до электрички. Какая разница, как называется? Выигрывают даже территории здесь подмосковные, но хорошо связанные с городом, расположенными рядом с ЖД-станциями, либо на вылетных магистралях. И здесь уже покупателю неважно, новая это Москва или старая Подмосковья. Совершенно верно. И куда ребенка возить в школу, куда в детский сад, есть ли там рядом это все. И если есть, то хорошее. Скорее всего, что нет, или так себе, да? Таким образом, новая Москва, если возвращаться опять к теме нашей передачи, она объектом для такого выгодного инвестирования пока еще не стала. И тот, кто связывает инвестиционные надежды с жильем в этой локации, должен настроиться на ожидание очень-очень длительное, пока цены в новой Москве станут сопоставимыми с ценами в старой Москве. Понятно. Хорошо, осталось немного времени, очень интересная беседа сегодня у нас. Давайте поговорим об ожиданиях. Вот в нашем сегодняшнем, так сказать, в теме нашей сегодняшней программы прозвучала эта фраза «тенденции 2013 года». Каковы они эти тенденции, Сережа, на мой взгляд? Что будет в этом году? В двух словах, я уже сказал, некоторая волатильность, то есть, возможно, кратковременные взлеты цены и такие же отскоки, коррекции на рынке. Но в целом плавный небольшой рост, где-то не больше уровня инфляции. Не больше уровня инфляции, я помню. Дима? Полностью согласен. Будет именно так. И это очень хорошо для рынка, для его профессиональных участников. Если заглянуть еще на год вперед, какие-то события значимые попытаться сформулировать, то в начале 2014 года вступит в действие закон, который обяжет всех застройщиков страховать свою ответственность по ДДУ, причем делать это по рыночной стоимости. Наверняка это повлечет за собой некий рост цен на новостройки. Застройщики захотят переложить часть своих затрат на покупателей. И снижение рисков, оно, как правило, вообще ведет к росту цен на новостройки на этапе строительства. Это мировой опыт. Поэтому тем, кто сейчас намерен в ближайшее время покупать новостройки, с точки зрения максимизации инвестиционного дохода, лучше это сделать в 2013 году, чтобы в начале, уже в самом 2014 году, можно было зафиксировать некий рост стоимости и дополнительный доход. По поводу новостроек и, по крайней мере, вложения, инвестиций на этапе начальном, на этапе котлована. Много негативной информации по поводу того, что, знаем мы, недостраивают, по 20 раз перепродают. Вот то, о чем ты сейчас рассказал, по поводу страхования, это связано с борьбой, прежде всего, с этими негативными. Безусловно, да. Это создание инструмента, который полностью обезопасит покупателя в новостройках от каких-либо проблем, которые могут случиться у застройщика. Механизм страхования будет предоставлено несколько, застройщик может выбирать между ними. Но все они должны покупателю дать гарантию, вот как мы говорили уже сегодня о тех 700 тысячах в банках. Да, да. По сути дела, это страхование, страховка должна покрыть риски среднестатистического покупателя по приобретению квартиры в новостройке. Риски среднестатистического, то есть опять будет речь идти о какой-то сумме, да, сумме выплаты? Там есть нюанс, что квартира должна быть оценена для того, чтобы определить страховую сумму не ниже, чем среднеизвешенная цена на новостройки в том или ином Субъекте Федерации по данным Росстата. То есть опять-таки здесь средняя температура по больнице, и для очень дорогого жилья, выше среднерыночных цен, риск все-таки может оставаться определенной неполной компенсацией в случае ущерба. Ну главное, что хоть какая-то будет уже. Да, потому что оценки Минрегиона, на которых основана статистика для каждого региона, средняя стоимость жилья, они, конечно, для Москвы очень низкие и не отвечают реально сложившейся ситуации. Ну и, а в этом случае, тем не менее, вот эта средняя температура по больнице, она будет, так сказать, всю Россию охватывать, да? Нет, в каждом субъекте она будет своя, это опять-таки минимальная сумма. Застройщик может и определить большую величину стоимости квартиры в своем проекте для заключения страховых договоров. Речь идет о том, просто что нельзя эту сумму искусственно занизить, да, и, соответственно, заплатить меньше страховую премию. Хорошо, огромное спасибо вам, уважаемые гости. Еще раз я напомню, сегодня в гостях Сергей Жарков, заместитель руководителя аналитического центра индикатора рынка недвижимости и Дмитрий Халин, управляющий партнер Интермарк Савилс. Мы поговорили сегодня о рынке недвижимости как объекте инвестиций, а говорили также о тенденциях, о прошлом, о настоящем, о будущем. Ну и самое главное, мне так показалось, что есть некая стабильность, а стабильность, как мы уже говорили сегодня, это хорошо и для инвестора, и для тех, кто предлагает свои объекты в качестве инвестиций. Поэтому спасибо вам огромное, уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, всего хорошего, это был Сухой Остаток. Успехов на рынке, до свидания. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok